Вот жизнь пошла, вечером по улице спокойно не пройдёшь. Меня вчера остановили, которые говорят, ты кто по национальности? А сейчас угадай, как ответить. Я говорю, гуманоид. Они говорят, тогда летят отсюда нахрен. Дали пинка, и я полетел. Обидно. Говорю, жене есть на мою зарплату, может есть, только на работе, а брат, может, мне не работает? Она говорит, тебе лучше домой не возвращаться. А дома никакого порядка. Пошёл в мусор, выносить, а жена дверь захлопнула и два часа спрашивала, кто там. Я говорю, я, она требовала паспортные данные. Я говорю, спроси, что-нибудь такое, что знает только ты и я. Она говорит, как ты называл меня до свадьбы? Я говорю, дура, раз я его помню. Сын тоже показал дневник там одни двойки. Я говорю, за такие отметки убивать надо. Он к тебе тоже сам учительница сказал. Я пошёл в школу, отдал деньги на экскурсию, на ремонт, на подарки. А когда домой пришёл, узнал, что сын учится в другой. Обидно. Сосед пригласил, налил водку, я выпил, говорю, а что за праздник-то? Он говорит, да вот, купил бутылку и не знаю, поддельно или нет. Обидно. Решил на балконе цыплят держать, купил маленьких, жёлтеньких, жрут и не растут, а оказалось, канарейки. Обидно. На рынке попробовал ягоду, он спросил, как она называется, продавец, говорит, волчья. Я говорю, она же ядовитая, он говорит, давай деньги, я тебя спасу. Я отдал всё, чтобы он, говорит, ты спасён от ягоды голубика. Обидно. Пошёл к зубному врачу, он зуб вырвал и говорит, сто долларов. Я говорю, я не знал, что такие цены, вставляй обратно. Он говорит, это будет стоить двести. Я говорю, если я не буду платить, он говорит, тогда вообще без зубов останешься. Обидно. В аптеке, говорю, у вас есть такое лекарство, чтобы выпил и успокоился. Они говорят, мышьяк. Я говорю, а если серьёзно? Они говорят, таблетка кремлёвская. Я говорю, а почему называется кремлёвская? Они говорят, потому что делается из крем для обуви. Обидно. Недавно нашёл свою детскую фотографию, где я в пенельском гаусске салют отдаю. Сын посмотрел, говорит, папа, ты замахнулся, чтобы кого-то ударить. Я говорю, я салют отдаю. Сын говорит, и хорошо брали. Дал мне жвачку, говорит, на, пожуй. Жена увидела, говорит, ты уже ужинаешь, это хорошо. Обидно. Пришёл домой раньше в комнате посторонний мужчина. Я ему табуретки по голове, а это электрик. Теперь в квартире темно, а в камере уголовники зовут меня выключатель. Им смешно, а мне обидно. А ведь так хочется, чтобы на душе было радостно. Спасибо.